В Златоусте увидели боевое искусство, с помощью которого был побежден Федор Емельяненко. Мастер-класс по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу провел обладатель третьего дана и черного пояса Филипп Петиркин. Спортсмен родился и тренировался в Златоусте. Сейчас живет в областной столице и активно занимается популяризацией единоборств. Подробности у Евгения Янурова. Первая позиция – это колено на животе. То есть, если борьба идет в куртке, можете держать за куртку, держать за руки. Одно колено должно обязательно лежать на животе. Бразильское джиу-джитсу – это боевое искусство, основа которого – борьба в партере, рассказывает организатор мастер-класса Филипп Петиркин. Сегодня наставник показывает азы этого интересного и эффективного вида воспитанникам спортивной школы номер 3. Захватываю его ногу и оказался в маусе. Бразильским джиу-джитсу и гремучей смесью всех борцовских дисциплин грэпплингом Филипп начал заниматься в 2010-м. С тех пор посетил много мастер-классов и познакомился со знаменитыми спортсменами. К примеру, с американцем Джеффри Монсоном и знаменитым тренером Маркусом Делуцо. Я сам дошел до третьего дана «Черный пояс» по японскому джиу-джитсу. И сейчас активно практикую бразильское джиу-джитсу и стараюсь развивать его именно в Златоусте. Потому что бразильское джиу-джитсу в стойке умеют работать многие борцы, многие бойцы и так далее. А вот именно техника работы лежа – это уже новшество. Сейчас этим занимаются во всем мире. Для самого Филиппа мастер-класс оказался не просто тренировкой, а возвращением в родные пенаты. Сейчас спортсмен живет в Челябинске, но родился и тренировался он в Златоусте у тренера Андрея Евграфова из клуба «Файт». Очень радует этот момент, что не остановился человек, как многие в взрослом возрасте уходят в семью, в работу. А он продолжает заниматься спортом, продолжает наше дело. В семинаре приняли участие около 30 юных борцов. Многим бразильское джиу-джитсу пришлось по вкусу. Ты узнаешь много и много, много новой техники. Это совсем другое произведение бразильское джиу-джитсу. Мы более легкое джиу-джитсу изучаем, это уже более сложное. Бразильское джиу-джитс чем характерно? Потому что там много техники в партии. Это освобождение от захватов, переходы в разные другие позиции, выгодные тому, кто желает этого. Ну и в общем-то общая физическая такая полезная нагрузка. И в дальнейшем в соревнованиях пригодится, я думаю. Филипп Петиркин рассказал, семинары златоусте могут стать регулярными. Тем более, что бразильское джиу-джитсу и грэплинг продолжают набирать популярность во всем мире. Ведь это не только спорт, но и отличный способ держать себя в форме. Субтитры создавал DimaTorzok